Друзья, добро пожаловать на геймстезе. Зовите меня Джекман и мы продолжаем проходить третьего видимака. В общем, нам дали возможность поиграть за цирию, что для меня оказалось большой неожиданностью. Давайте мы на нее хоть немножко взглянем, посмотрим во что она одета, что у нее есть, а потом уже будем двигаться дальше. Костюм у нее, конечно, выглядит довольно прикольно, но вот ее рубашка, да, вряд ли эта рубашка ее защитит от чего-либо или кого-либо. Ведьмачий медальон у него висит на поясе. В отличие от Геральта у нее на спине висит только один меч, но он достаточно большой. Это, наверное, какой-то двуручник. У нее также есть кинжал. На лице у нее примерно такой же шрам, как у Геральта и волосы седые. Что, кстати, странно. У Геральта волосы седые, потому что он был подвержен мутациям в ходе обучения ведьмачьему ремеслу, а Цири она не подвергалась мутации. Насколько я знаю, по книгам у Цири вообще пепельного цвета волосы. Ладно, не суть, а что нам нужно вообще? История Цири король волков. Нужно идти по старому руслу, чтобы найти помощь. Хорошо, пошли. Роголестник. Ну погоди, нам же написали, что вроде как Цири не может пользоваться инвентарем и не умеет накладывать знаки, но при этом мы можем собирать травы. Ну, будем собирать, раз есть такая возможность, будем собирать. Почему нет? Вдруг потом нам позволят пользоваться инвентарем. Вот еще трава. Это детский голос. А откуда в лесу ребенок? О, нифига себе! Это у него вместо воротов, что ли? О, прикольно! А ну-ка, если кувыркнуться. А, то же самое, да, только дальше. Ладно. Так. А интересно, у нее серебряный меч или железный? Ну, скорее всего, серебряный раз она ведьмачка. А серебряным мечом против обычных волков, конечно, такое себе, но вроде как нормально, вроде убиваются волки с серебряным мечом. А, вон, на дереве сидит. А я думаю, откуда голос? А как маленькая девочка забралась на такое дерево? Не, ну, конечно, человек от страха на всякое способен. Я тоже потерялась, и я не теряюсь. Не, ну, мы не будем вытрепываться, скажем, что я тоже потерялась. Ага. Только совсем немножко. Значит, ты знаешь, куда идти? Еще нет. Но если мы пойдем вместе, то обязательно что-нибудь придумаем. Что с тобой случилось? А? Ты про это? Пустяк. Откуда ты тут взялась? Где твой дом? Откуда она здесь вообще взялась? Вот это вот правильный вопрос. Откуда ты тут взялась? С тядькой пришла. Он мне велел идти по сладкой тропинке, чтобы наесться. И сказал, что подождет. Но я и шла. А там летел мотылек. Я побежала за ним, ну и потерялась. Тядька, конечно, твой тот еще козлина. Урод. А-а-а-а. Так, ну-ка. Почему папа отправил тебя по сладкой тропинке? Избавиться хотел. Потому что утром еды не было. Не поняла. Я немножечко плохо себя вела. Разбила крынку с молоком. Родители, наверное, разозлились. Мама наказать меня хотела. А тядя сказала, что и так слишком много ртов кормить. И что как пойдем по сладкой тропинке, так все заботы из головы и вылетят. Блин. Ужас какой, да? Когда вы с папой вышли из дома? Утром. А солнце тебя светило в лицо или в спину? В спину. Значит, надо идти на восток. Тогда пойдем. Я тебя отведу. И объясню твоим родителям, что нехорошо терять детей в лесу. Мы не сможем. Тут волчий король и его стая. У волков нет королей. У этих есть. Ты сама видела? Да. То есть нет. То есть из-за древес. Он был вот такой огроменный. И глаза у него во! И зубы большущие. И весь он был ужасно-ужасно страшенный. Волколак, что ли? Видишь, что у меня на спине? Этого и волки боятся. И короли. Пойди-ка сюда, я тебя подсажу. Ну, типа оборотень какой-нибудь. А может, просто огромный волк. Скорее всего, оборотень. Блин, бедная девочка. А прикинь, если бы не Цири. Что бы с ней стало? Че воете? Кончину свою чувствуете, да? Да? А, так теперь понятно, почему Цири может себе позволить ходить в рубашке. Будучи ведьмачкой. У него регенерация охерительная. Ей вообще броня никакая нахрен не нужна. Так, а у Цири автолут не работает, да? Можно выходить. Ну, ты же храбрая. Даже мой дядька так не умеет. А мой? Мой умеет гораздо больше. Девочка, твой дядька вообще ни на что не способен, раз ты решил избавиться от ребенка, блин. Я, в общем, буду все собирать, что мне на пути попадается. Так, а там че? Может, какой-нибудь сундук будет. Так, а у Цири нет ведьмачьего чутья. Вот. Какие-то ящики. Но из них ничего нельзя достать. Понятно. Амела. Какие-то такие названия. Трафья. Такие названия не встречал, когда играл за Геральта. Блин, плохо, что у меня нет ведьмачьего чутья. Вот тут тоже какая-то... Глянь-ка, что там лежит. Подожди тут. Не подходи. Но... Никаких но. Останься здесь, я кое-что гляну. Ни хрена его разорвали. Может, это отец у этой девочки не дошел до дома? Белки красные, все еще влажные. Умер недавно. Рот раскрыт. Губы перекошены. Но язык прокушен. Перед смертью ему, наверное, было очень больно. Какая симпатичная Цири. Раздавленная грудь. Ребра пробили легкое. Что-то его подбросило и ударило об дерево. Нога оторвана. Или скорее кто-то ее отгрыз. Да, короче, этот король волков, это этот оборотень. По-любому. Ну, я же говорю. Что с ним случилось? Упал он. Случайно. Ну да, конечно. Это волков, король его подрал. Из каких это пор дети стали такими умными? Ну, что мы будем делать, если он и на нас нападет? Хороший вопрос. У меня нет серебра. Но я могу приготовить масло. Масло? Подсолнечное? Нет, особое. Из собачьего сала, борца, собачьей петрушки и волчьей печени. От него волчьему королю будет очень-очень больно. Какая ты умная. Откуда ты знаешь такие штуки? Тебя тятенька научил? Нет, не тятенька. Дяденька. Дядюшка Весемирь. О, я сейчас знаешь, что вспомнил? Я ужасненько виновата. Это еще в первой серии было. Так, значит, получается, я не зря собирал эти травы и у волков что-то я подбирал, хотя непонятно что. Так, собрать собачью петрушку. У меня одна есть из двух. Раздобыть собачье сало. А где взять собачье сало? Здесь только волки. А, вот, наверное, да? Брюхов все разодано. Когти очень мощные. Волки бы так не смогли. История цири. Король волков дополнена. Вот. Осталось собрать собачью петрушку. Ну, видимо, это не ее отец. Раз она... Она же посмотрела мелкая на этот труп и... Ничего не сказала. Значит, это... Не ее отец. Вот тут тоже лежит песик. Брюхов все разодано. Когти очень мощные. Волки бы так не смогли. Так, мне нужна... Это... Мне нужно собачье сало. Ой, собачье сало, говорю. Собачья петрушка. Это я обратно возвращаюсь. Ну, пойдем дальше. Может, там найдем. Так, а где мелкая эта? Так. Амела. Так, опять воют. Блин, как их много. Блин, они-то еще так уворачиваются. Меня так бесит. Такие резкие эти волки. Ой, 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 ой. Не, ну, слушай, регенерация у нее, конечно, вообще крутая. Но она дитя старшей крови и сток. Поэтому она такая крутая. Все. Можешь выходить. А, вот собачья петрушка. Как ты их порубила. Все. Отлично, все есть. Осталось найти место, где можно развести огонь и спокойно приготовить масло. Ты что делаешь? Масло для меча. Посмотрим, как действуют рецепты дядюшки Весемира. Да, отлично будут действовать. Дядюшка Весемир херни не посоветует и херни не научит. Свинья? В таком месте? Значит, где-то рядом есть люди. Хорошо. Кто орет? Кто-то орал. Ладно, сейчас, подожди, здесь я все соберу. Блин, плохо без автолута-то. И часто родители детей на сладкую тропинку посылают? Иногда. А иногда сами идут. И возвращаются? Ты что? У них же там еды полно. Ужас какой. Опять кто-то крикнул. Или это какое-то животное орет? Но похоже на какие-то, не знаю, там, женские крики. Или мне кажется. Может это ветер свистит? Блин, не то нажал. Так, какое-то построение. Стой! Стой! Мелкая, стой. Грибочки. Так, а что я подбираю-то хоть? Инвентарем-то пользоваться я не могу. А, у меня есть только карта. И все. Ну-ка подожди. Ну-ка подожди. Угу. Угу. Понятно. Тут, короче, тупик. Ой, заяц. Еще один. О, тут три зайца. Смотри, они не боятся цири вообще. Не отбегают. Прикольно. Короче, здесь делать нечто. Здесь тупик. Ну, хоть на зайчиков посмотрели. И что-то подобрали. Ну, из этих вот мешков собрали. Хрен знает, что. Зайчик, не иди в пещеру. Тебя там сожрут. Ой, тупой зайчик. Осторожней. Тут немножко темно. Боишься? А ты? Нет. Ну, и я нет. Сейчас еще какие-то накеры на нас нападут по-любому. Или труп. Ну, в общем, какие-нибудь трупоеды. Да я уж раньше поверил. А для чего я еще масло-то готовил? Если б не поверил, то не готовил бы масло. В общем, оборотник, да. Слушай, а я нормально его дамажу? Хорошее масло. Спасибо, дядюшка Весемир. Тихо. Тихо. Приходи в себя, Цири. А он меня практически, смотри, не может никак нормально покосать. Фе. Так, теперь он нормально меня покосал. Все, готов. Лишь бы сейчас. О, нормально все. Тебе повезло. Вовремя мы подошли. В лесу мы видели одного, менее везучего. Это Ярин. Мы возвращались из-под леса. И это чудище на нас напало. Я-то сбег. А Ярин... Эй, тише. Тут же малявка. У тебя бинты дома есть? И что-нибудь от заражения? Он меня поцарапал. Меня-то нет. А вот хозяин мой. Человек серьезный. Он-то точно поможет. Может, даже награду какую даст. За убой волколака-то. Ну ладно. Веди к своему хозяину. А его хозяин это кто? Правильно. Кровавый барон. Хе-хе-хе-хе. Девушки отдыхают. И кого вы мне притащили, а? Это не моя дочь. А вторая? Не та, не другая. Дочь-то я узнаю? Так, чтоб постарше. Может, и не ваша. Но ошибка похожа. Так как? будет награда я те сука покажу наград она упертывай отсюда пока я пса не спустил ну вкусный гуляш очень спасибо большое я не ела уже я вижу рад что нравится как подкрепишься ванна для тебя готова а потом и поспать не дурно грядка за печкой а тебе я велю приготовить гостевую комнату напротив кухни спасибо тихо тихо ты ешь спокойно еще поболтаем когда отдохнешь я приказал своим людям о ней позаботиться и оставил ее отдыхать а потом это уж совсем другая история так я понимаю что ты чего-то хочешь расскажи это для меня очень важно рассказывай что стало да что стало с грядкой что стало с той девочкой которая с ней пришла с грядкой ничего она здесь помогает на кухне мне не хотелось домой отсылать после того что цири рассказал о ее родителях тут у нее и стол и дом не пропадет а что с цири я же тебе сказал это совсем другая история так ну я понимаю что он чего-то хочет я так понимаю ты хочешь поторговаться за эти сведения соображаешь я сочувствую твоей утрате но так случилось что мои жена и дочь тоже пропали предлагаю уговор найди моих близких я расскажу тебе все что знаю о девушке которую ты ищешь как и в белом саду убей грифона я тебе расскажу куда поехала йеннифер блин что-то короче повторяется немножко да ладно а если я не захочу они по рукам конечно чё чё нет откуда мне знать можно ли тебе доверять по идее не знаю я этому кровавому барону доверяю он похож на такого мужика слова 2 я ради прикола скажем а если я не захочу угрожать начнет или умолять если я не захочу ну чё ты хочешь меня нахер послать милости просим сука давай я тебя тогда тоже нахер пошлю ну и чё обнимемся вместе пойдем да вот и так как будто ищешь собственную дочь ты справишься когда ты последний раз их видел они пропали в последние новолуни а к сквозь землю провалились что значит пропали ну пропали я утром просыпаюсь а их нет так мне нужно больше сведений ты искал их ну конечно искал блин он их опиши как они выглядят ну давай пусть сначала мне опишет как они выглядят прежде чем я начну поиски мне надо знать как они выглядят тамаре доченьки моей по весне девятнадцать исполнилось тоненькая ростом мне вот так вот на плеча и глаза у нее зеленые как у матери а жена моя она на пятый десяток уже разменяла но никогда в этом не признается волосы у нее густые как смола темные она их завязывает в узел на затылке блин глупый вопрос ну давай спросим ты пробовал их искать я людей сразу же разослал да они на такое дело не годятся последний мешок зерна у мужика вот они из-под земли достанут а человека в жизни не найдут а кроме того в виллени сплошные трясины заболоченные леса полно укромных мест если хочешь кого-то спрятать лучше край не найти так тебя есть враги возможно их похитили у тебя есть враги какие там враги мужичьев всякой там недоёбки на мою семью ни один не осмелится руки поднять а те что могли бы осмелиться давно уже червей кормят блин во втором виде маке диалоги были шикарные в третьем они просто божественные перед их исчезновением не случалось чего-нибудь необычного может они вели себя странно все было как обычно мужики раз пришли жалобы что чудище загрызла бабу у колодца раньше там еще какую девоньку но вели не это обычное дело а мои женщины она как всегда тихая как мышка тамара занята своими делами ничего необычного наши кстати локализаторы очень даже ну заметно что старались прям даже какой-то акцент вот у кровавой обороны он он прям ощущается вот это вот такой славянский какой-то не знаю есть этот говор какой-то вот должно быть двум женщинам тяжело жилось в таком месте стоит знать в таком у них тут было все чё душа пожелает перепелки на обед пожалуйста голубые ленты из тусента сколько пожелаете я имею ввиду общество твоих людей они твоим женщинам не докучали не они те еще разбойники но свое место то знают они понимают что если хоть кто-нибудь глянет на анну или на доченьку мою я с него шкуру спущу этого все еще мало можно осмотреть их комнаты зачем может я найду там какие-то следы я чужим не позволю рыться в их вещах ты хочешь чтобы я их нашел или нет хочу тогда не мешай работать ну будь по-твоему но я с тобой пойду все равно двери открывать так у нас уже 5 уровень и нам доступны очки умений 4 штука хорошо но пока тратить их не будем мы давай здесь смотрим немножко может чем можно полутать все-таки барон как-никак него должен быть какие-то ценности а деньги мне нужны тем более что никто не увидит если я что-нибудь украду ком-то цель так ну кого-то чё такое какое-то письмо до требования нелюгарцев филипп стренгер твои проблемы со снабжением нас не интересует мы заключили договор на вполне определенных условиях и от имени нелюгарской империи требуем их выполнения в противном случае наши взаимные обязательства будут признаны недействительными а твои привилегии а аннулированы с уважением хавард вар моих хуэн полевой маршал командующий армией центр ясно терки с нелюгарцами что-то блин здесь ничего нельзя взять он мешки лежат а там нихера нет оп 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 чё 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 такое вот этого чё такое чё такое вот здесь вот на улице ночь а такой свет просачивается из оконка буты я не знаю прожектор там какой-то включили это либо бак какой-то с освещением либо чё ладно пошли отсюда знаешь дочка моя в детстве очень любила зверей как-то увидела на стене олень и рогами знаешь что спросила понятия не имею папочка говорит а у этого оленя попа за стеной если ей кто зло причинит убью нахер пришли от сука опять заедает это наша спальня комната тамары там только не устраивать бардак когда они вернутся пусть все будет так как они оставили у нас две зоны для поисков давай сначала посмотрим комнату дочери так вот здесь можно полутать золотое кольцо жемчужина чернилица заберем серебряный подсвечник прошу оп 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 чё то есть ржавый ключ благовония суд для благовоний и старый ключ интересно что за дверь он открывает так золотое кольцо анис сандал что-то еще серебряные панталоны так тут что письмо к тамаре мы как одна семья поддерживаем друг друга и помогаем друг другу пережить тяжелые времена справиться с прошлым ибо у каждого из нас есть свое прошлое стоит ли копаться в чужом у нас правило мы не спрашиваем больше чем человек сам о себе хочет поведать прошлое для нас не имеет значения только будущее в котором мы намерены бороться со злом и несправедливостью с противо так с противоестественными и отвратительными практиками так что кукла конфеты ой не будем забирать уж у ребенка конфетку хотя какой она ребенок ей 19 лет так вот тут что то есть кукла вот же дрянь выглядит как кукла в которую втыкают булавки чтобы причинить кому-то вред кукла вуду у него чё дочь занималась магией вуду так тут больше ничего нет видимо что то я опускаю раз вот эта область поиска не исчезает это чё такое чё такое чё это дым какой-то а наверное это запах того шафрана нифига себе еще можно ходить по запаху так вот здесь что то особенно темно поэтому здесь я включу факел вот вот в вот вот как это обратно в комнату кровавого оборона я вернулся И этот, как его, запах пропадает здесь А, вниз Так, что-то темно, блин, ничего не вижу Так, и туда ведет И туда ведет Интересно, они будут ругаться, если я сейчас из мешка чуть возьму Нахрен, из-за сломанных граблей рисковать Закрыто Вроде не вытрепываются А, давай возьмем че Продадим это блюдо или разберем на че-нибудь полезное Вот краснолюдский спирт, хорошо Кровавый барон не обеднеет Ну-ка, Геральт, давай забирай, там че-то есть еще Ну че ты? Во Ладно Тут все, да? А, не, вон че-то еще есть Стоп, 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 стоп Серебряная руда Фемеритовая руда Ничего себе А, мог упустить Че, пацаны, есть че сказать? На-на-на Ня-ня-ня Так, стоп Ах ты пьянь Спрятался здесь и бухаешь, да, вовсю? Вот узнает кровавый барон Натянет тебе очко на глаз И заставит моргать Так Идем дальше А тут че? Еще склад Да, конечно, не густо Вот вода прям вообще полезная штука В этом я прям убедился Кстати В доме кровавого барона У меня есть тайник То есть У меня, получается, тут Будет постоянный доступ Пусть 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 опачки что такое это же алтарь он реально занимался магией молитва о вечный огонь озаряющий души и дающий свет согрей нас теплом твоим осуши слезы наши испепели врагов наших окружи друзей наших заботой твоей пошли здоровьем матери моей накажи отца моего помоги мне исполнить то что предназначено то есть она поклонялась вечному огню она ненавидит своего отца и очень переживает за мать алтарь выходит вечный огонь добрался уже и доверенно подожди геральт мы же с тобой помогали одному этому как его жрецу или кому там вечного они он не был настоящий точно тоже был ряженый ну наркодилер помнишь я потом еще убил отказался 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 надо надо факелы повесить а не вот такие вот свечечки ставить так ладно на улице тоже идет так это понятно сдужина сержант солдат-барона я тебе сделать нечего да как бы еще делать Закрыто Так, погоди, это её одежда, что ли? А в чём тогда она ушла? Это, наверное, Цири Похоже, она уехала в спешке В смысле, голой, что ли? Так, это чё такое? Молчок Вряд ли им играла, Цири А вот грядка Вот и тайничок Тут что? Неясная природа проклятий Неясная природа проклятий Лидия ван Бредеворд Откуда у неё такое? Моим дорогим друзьям Филиппу и Анне от графа Ла Гевра Министра культуры королевства Тимерии Возима 1265 год Весьма ошибаются те, кто считает, что проклятие есть исключительное проявление злой воли одного существа, направленной против другого Удивительно часто происходят случаи непреднамеренного наложения проклятия на самого себя или на находящегося поблизости неодушевлённые предметы Последствия подобных происшествий трудно предугадать Зачастую это приводит даже к смерти существ, находящихся под действием проклятия или вступивших в контакт с проклятыми существами или предметами Вот почему крайне важно принимать меры предосторожности для обеспечения полной безопасности при наложении проклятий Мадам Амелия Вера Круз Леон рекомендует как минимум следующее Очиститься от негативных мыслей, стремясь к полному единству с миром и к гармонии тела и разума С посвящением барону и его жене Кажется, у них в Изиме были высокопоставленные знакомые Так, тут больше ничего нет, да? Так, свечи, которые можно зажечь, ну ладно Когда дверь откроется? Откроется Ну, это кухня Бахрама! Бахрама! Оти! Привет, гретка! Она что, здесь что ли спит? Да не, наверное, здесь просто тусуется Ну не мог же кровавый барон ее устроить на полу Он сказал, что за печкой, наверное, у него где-нибудь за печкой там Спальня-то Так, что говорила Цири? Я нашел эту игрушку в комнате Цири Это не твое? Волчок! Где ты его нашел? В комнате Цири Мы играли там иногда Однажды мне было очень грустно И Цири вырезала мне волчок Жалко, что ей пришлось уехать Вы с Цири же... Ну да Она не говорила, например, куда собирается Или зачем она здесь? Говорила, что ищет тебя и чародейку Только ты здесь Значит, тебя она не нашла Ну, может, хоть другу этому своему помогла? Так, а что-то друг? Цири хотела помочь какому-то другу Какому, не знаешь? Как это какому? Другу своему Она сказала, что он угодил в переделку А она должна его спасать Ты не знаешь, где Цири? Нет Однажды, когда я принесла ей завтрак Ее уже не было А Барон сказал, что она уехала Ты не спрашивала, куда? Я спрашивала Но она сказала, что я маленькая И все равно не пойму Окей Но Цири оставила мне подарок Какой? Вот такой Зеленый камешек Ух ты Красивый подарок Спрячь его хорошенько И никому не показывай Он очень ценный Дорогоценность, видимо, подарила На будущее Когда вырастет она Она поймет, что Это большое состояние А сейчас для нее это просто игрушка Очень ценная Спасибо Ну иди играй дальше Я не играю Я помогаю Ой, ты, конечно Не, ну классно Классно, что девочка устроилась Все хорошо Барон ее по-любому в обиду не даст Так Меня интересует Где спит Гретка За печкой сказал А за печкой Вон бревна лежат Может быть на печке Кто-то хрен знает Пусть занимает Теперь комнату Цири Пусть там живет Гретка Почему бы нет Так Используйте ведьма Чутье Обыскать комнаты Тут я уже был Так, ладно Поднимаемся выше А здесь что? А, блин Это комната Барона Точно Слышь, барон Ты бы хоть это Побольше свечей купил Что-ли У тебя так темно здесь Ты че сейчас взял Перданул Ха, пухляш Ты че Ты понял Перданул и ржет Вот развлечение, блин Ну, наверное Целыми днями Если стоишь в одном месте И пердешь Может показаться развлечением Ладно, давай здесь посмотрим В комнате Барона и его жены Так Так В мешках че-то лежит Алфагест Кальян Деревянный подсвечник Ножка сломана А, ну, тут нормально Видно вроде Не так темно Это че такое? Стена другого цвета Будто еще недавно Здесь что-то висело Ммм Может, это картина? По размеру подходит Какая это картина? Так, там что? Да я щас разбогатею Вот это, да, картина? Барон и его жена Выглядят счастливыми А здесь? А, кто-то закрыл дырку в стене Интересно Что там с другой стороны? Так И что тут с другой стороны? Шкаф А, кто с кем дрался? Так Кувшин с цветами Свежие цветы Он что, надеется Что они могут вернуться В любую минуту? Так, вот тут тоже что-то вижу Следы когтей Глубокие выщерблены Должно быть, били чем-то тяжелым Так О, опять золотое кольцо Ужим? Не, ну серьезно Я щас разбогатею нахрен И куплю себе доспехи Тимирские Опа Что-то новенькое Словный подсвечник Пятна от вина Кто-то разбил бутылку Эрвелюс из Тусента Хорошей выдержки Долго не выветривается Интересно Куда ведет след? Ну, судя по всему У них тут в семье проблемы были Ну, судя по тому По той молитве Скорее всего Кровавый барон Пришел бухой Набил свою жену Она обиделась Дела дочь И сбежала То есть их никто не похищал Они сами сбежали От него Он вроде миленький дядька Может быть пьяный какой-то Придурок вообще Хрен знает Так Что-то я А Запах вина, да? Ну, пойдем Сейчас к кровавому барону Прям придем О! Нет Опять вниз Тоска в паду Черт, след обрывается Но можно поискать здесь Что-нибудь еще Торисмо Еловая деревяшка И пахнет Можжевеловым дымом Похоже на народный оберег Интересно Отчего он должен был Защищать Кажется Здесь больше нет Ничего интересного Короче, я считаю, что и дочь, и мать сбежали просто от него Ну как, уже осмотрелся? Так, я нашел куклу Я нашел куклу в комнате Тамары Можешь что-нибудь о ней рассказать? О кукле? А что в ней такого интересного? Возможно, ее использовали для обрядов черной магии Откуда она у Тамары? Черная магия? Ты сдурел, что ли? Ну, я ее сам для Тамары сделал Ей тогда было лет пять Мы были на ярмарке В Изиме Тамара увидала чародейку эту Трис Миригольд И сказала, что хочет куклу Ну, как эта чародейка У меня денег-то не было на такие вещи Но я взял и сам сделал ей эту игрушку Удивительное сходство Я запомнил Трис другой Ну Давай, похвальм его А, так это Трис Да, теперь вижу Очень похоже Правда? Время ее порядком путрепало Но она все-же ничего Если у тебя с нильфгаарцами ничего не выйдет Ты всегда сможешь стать кукольником Так Кто-то разлил вино наверху А в комнате были следы борьбы В комнате я нашел следы борьбы Можешь об этом что-нибудь рассказать? Следы борьбы? О чем? Думаю, кто-то на кого-то напал Наверное, на твою жену или дочь Она хотела защититься Схватила подсвечник Но не попала в нападавшего А только пробила дыру в стене Потом они еще дрались Я не знаю я ничего об этом В ту ночь я Я пьян был И ничего не помню Я проснулся, когда их уже не было Но вы же здесь не одни живете Может, твои люди что-нибудь слышали? Я всех по три раза спрашивал Конечно, никто ничего не знает Пьяный был А там разлитое вино Короче, напился, пришел к жене в комнату Начал там, не знаю, на нее гнать Туда-сюда Завязалась драка В общем Все так, как я и предполагал Они сами сбежали Кто-то развил вино наверху Здесь повсюду несет вином Что случилось? Ну, это должно быть мои ребята Какая пьянь? Ты даешь своим людям Эрвилус? Ох ты, ну может и я разлил Говорю же я в ту ночь пьяный был Да какое-то имеет значение-то Тут вином везде несет Понятно, короче А ты знаешь что-то про медальон? Узнаешь этот медальон? Хм Да А нет, ты носила его в последнее время Ты знаешь, откуда он у нее? Понятия не имею Нет здесь в окрестностях какой-нибудь чародеки или ворожей Ворожей есть Старый чудил Живет недалеко от больших сучьев Ну и колдунья еще есть в подлесье Но я о ней мало знаю Она здесь недавно объявилась Если Леонетка ходила к кому-то То скорее к колдуну Она ведь чужакам не доверяет Я пойду к колдуну Надо сходить поболтать с этим выражаем Только имея ввиду Ты с ним вряд ли сговоришься Он говорят в молодости порешил собственного отца Сетирой Вот и после этого двинулся Вроде как он духов видит И с козой ебется Меня его личная жизнь не интересует Я хочу просто спросить о медальоне Ну про козу мне прямо обязательно нужно было знать Это же так важно для дела Я так прикольно вставил И сказал ебется О боже Так значит что Все да А найти хату ворожея Звучит Я не могу Это же так важно для тебя Все да В принципе Почему Ace Как натуралистично все выглядит Блин, прям аж дух захватывает Что такая музыка играет на фоне Здорово у него, конечно, домина Так, ладно, друзья, давайте на этом мы эту серию закончим Надеюсь, вам понравилось Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь Комментируйте, нажимайте на колокольчик Эти ваши действия очень сильно помогут развитию канала С вами был Джекман, желаю всем всего самого наилучшего До новых встреч